Всем привет! Дорогой мой зритель, сегодня я хочу тебя удивить, потому что я удивляюсь сама. И это видео будет о том, что если у вас есть какая-то идея, а вокруг вас есть люди, которые говорят, этого делать не надо, и начинают приводить доводы в пользу того, что это не надо делать, то вы должны, обязаны просто-напросто это делать. Я сейчас вам это докажу. Смотрите, еду на велосипеде и начинаю этот ролик в своей голове прокручивать, почему надо делать это. То есть я хочу вам доказать это. И вдруг поворачиваю и вижу. Видите, да? Видите, да? Дорога перекрыта, понимаете? То есть к моей цели сейчас лежит преграда. Вот, если вы видите, я её могу объехать. Вот, ребят, если я пойду по этой тропинке, то я объеду и поеду дальше. Так вот, я сейчас как раз к этому и веду. Ну вот, друзья мои, из леса чудесным образом мы телепортировались сюда. И я продолжаю тему по поводу того, что всё же я хочу вам доказать, что свои идеи надо обязательно реализовывать. Итак, мне нужен был дополнительный доход. В голове родилось две идеи, как я могу это реализовать. Одну идею я сейчас создаю, а вот со второй идеей было немножко посложнее, потому что я не знала отправной точки. Для этого я решила обратиться к своему знакомому и рассказала ему о своей идее. Вот здесь началось самое интересное, потому что он как бы, как он сказал, он реально подходит к вещам, поэтому он мне сразу сообщил, что, ну, тут надо покупать оборудование, оно стоит денег, они у тебя есть. Дома ты это делать не сможешь, поэтому надо будет снять помещение в аренду. И ты этим никогда не занималась. Будет ли у тебя доход или не будет, ты об этом не знаешь. То есть, соответственно, мой настрой ушёл вниз, плечи опустились, да. Я думаю, ну да, действительно, этот же человек прав, да. Но мне повезло, я с этим человеком не так часто встречаюсь, а просто хотелось узнать его компетентное мнение. Соответственно, я ожила с этой идеей, всё-таки в голове она у меня сидела. И в один прекрасный момент я подумала, а почему бы Лары не промониторить, не узнать, а вообще могу я её какими-то другими способами осуществить. Я начала просматривать в интернете, даже сходила на мастер-класс, заплатила деньги, посидела, поработала. Мне понравилось и захотелось ещё больше реализовать эту идею. И, в общем-то, я поняла, что эту идею я могу реализовать тремя способами. Ну, надо вкладывать деньги, понятное дело, да, и, в принципе, можно начать сейчас уже откладывать эти деньги, да, на будущее для реализации. Но Вселенная распорядилась немного по-другому. Идеи к нам приходят не просто так, друзья мои. Они для чего-то нам даны. Просто-напросто, мне кажется, надо слушать всё-таки внутри, что происходит внутри тебя. Вот это должна быть ваша отправная точка, а не мнение других людей. Итак, дело в том, что я веду актёрское мастерство раз в неделю по субботам, и ко мне приходят ребята, дети, ну, как дети, я думаю, что класс седьмой – это уже не дети, да, взрослые, состоявшиеся личности. И у нас есть традиция. Мы неделю не видимся, и, соответственно, они приходят и начинают рассказывать о том, чего они добились за эту неделю, какие победы совершили, что-то творческое создали. У кого сколько подписчиков на ютубе новых появилось, может, какие-то ролики новые интересные они сделали. И одна из девочек вдруг неожиданно рассказывает мою идею, как она её создаёт дома. Вы представляете? То есть не вкладывая больших денег, она реализует это у себя дома определенным способом, методом. И вот она рассказывает, как она это делает всё поэтапно, и показывает свой продукт, который получился. Я сижу и, ну, реально, ребят, у меня случился шок, хороший шок. И я... у меня всё сложилось. Этот момент научил меня главному. То, что если в тебе живёт идея, если она тебя не покидает, то это значит, что ты должен её реализовать. И Вселенная тебе поможет. Просто надо делать какие-то определённые шаги в этом направлении. Я, соответственно, тут же спрашиваю, можно ли взять у тебя мастер-класс по вот этой работе. Она говорит, ну, да, как бы, Лара, пожалуйста, приходите. Я говорю, конечно, я заплачу деньги, потому что ты мне будешь давать знания, ты дашь мне полезную информацию и научишь меня чему-то. В общем, я позвонила её маме. Мы договорились. Никто не был против. И, соответственно, я сейчас пойду учиться. Ну что ж, друзья мои, а мы возвращаемся обратно в лес. Не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк. Если у вас есть препятствия, и если кто-то говорит, что не делайте этого, значит, что мы делаем? Мы находим обходной путь и едем к своей цели. Идём к своей цели. Добиваемся результата. Если она вам пришла в голову, значит, это зачем-то или кому-то надо. Всё, мне осталось сейчас сидеть и воплощать свою идею. Субтитры сделал DimaTorzok